В этой одежде не дефилируют на неделе высокой моды в Милане. В ней ходят по улицам Хабаровска. Она не для людей с обложек, она просто для людей. Это не Ив Сен-Лоран или Диор с полувековой историей. Это текстильная компания Аир, которая появилась в 2005-м. Здесь нет гламура, здесь просто хорошо работают. Получилось, что у меня стало швейное производство. На самом деле оно у меня стало тоже случайно. У нас было предприятие торговое на тот момент. Это было далекие 2000-е годы. Предприятие работало, мы торговали. Но в один прекрасный момент мы закупали продукцию, мы ее возили с запада. Плюс мы размещали заказы даже в колонии нашей 12-й, в женской колонии. Мы размещали там. Я видела весь ужас. На самом деле вот эту ситуацию, в которой проживают девушки там, женщины. Я была там не раз. Для меня это тяжело. Я понимаю, что для них этот труд – это единственное, чтобы, наверное, не сходить с ума там. Это все я посмотрела, и я понимала, что мне нужно что-то свое. И, к сожалению, на тот момент не стала у меня мама. И у меня осталась одна швейная машинка промышленная дома. И одна. И один верлок. На тот момент у меня было несколько магазинов. На тот момент у меня был маленький-маленький оптовый склад. И я поняла, что мне нужно найти универсального человека, швейю. Этим человеком являлась Оксана. Оксана Нестеренко. Вот этот человек сел за машину. Она умела кроить. Живет она на поселке Горького. И вот так далеко она добирается и ко мне. Потому что мы это в свое время начинали возле швейной фабрики. Это дело. Вначале одна швейная, потом купили еще машин. И так вот потихоньку-потихоньку мы начинали швейку. Работа над любой одеждой начинается с эскиза. Чтобы его создать, модельер выбирает из базы технический рисунок. Модельер, женский, детский. В общем, тут разнообразие моделей. То есть это такие технические рисунки. Слушайте, ну картинки, мне кажется, эти я видел давно-давно у мамы в журнале «Бурда». Вот оттуда они? Ну, что-то берется из прошлого, да, и добавляется. Какое-то более новое, совершенное, современное, что ли. Ну, конкретно вот это откуда? Это было на основе ГОСТовских халатов. То есть у нас есть некоторые модели, которые должны соответствовать ГОСТу. То есть мы не просто фантазируем, иногда придерживаемся какой-то серьезной документации. И вот, например, на основе ГОСТовских халатов уже нас попросил заказчик сделать, разработать модели именно с такими особенностями. Если нужно, базовый рисунок меняют по заданию заказчика или велению музы. Мир моды – это, наверное, что-то интересное, да? Это не какая-то сухая такая вот структура, да? Это все-таки объемы длинные, ширины, как-то направление моды, что ли. Ну, это как бы все так индивидуально, что просто на ГОСТ ориентироваться – это было бы, наверное, не так интересно. Мы выходили тогда в одних халатах, в брюках, и у нас все было бы по ГОСТу, да? Наверное, так. Подождите, ну раз это мода, ну давайте, например, что такого конструктивного, модного, дерзкого вносили вы в какую-нибудь, например, ночнушку, может быть, ритузы как-то обгрейдили? Например, у меня недавно, как раз весной был заказчик, который просил разработать спортивную одежду, то есть модели оверсайз. Ну здесь, я не знаю, вы поймете или не поймете, ну вот такая вот мешковатая одежда, например, была. У нас, к сожалению, не сохранились образцы. Такая толстовка у меня есть. У всех современных людей должна быть такая толстовка. Светлана, вот такой манекен я нашел у вас здесь. При этом, почему я обратил на него внимание, он кардинально отличается от того, что я вижу, идя по городу и наблюдая, смотря на витрины, которыми центр, допустим, весь усыпан. Все люди делятся на группы. Там, да, школьники, школьники, там, взрослые женщины, да, с маленького, там, 42-го по 52-й размер, например, и большая группа с 54-го по 62-й размер. И вот в каждой этой группе есть определенный манекен, на которого отшиваются образцы, они отрабатываются, а потом уже делается размножение лекал. То есть, ну, вот это как-то пришло, допустим, из Москвы по каким-то стандартам, или вы сами замеряли, сами делали? Нет, конечно, все манекены, они покупаются. Уже есть поставщики манекенов, то есть производители, скажем так, а мы только ищем их, более подходящие манекены для нас, и уже закупаем их. А конкретно вот здесь, это какие размеры, какие объемы? Ну, это женщина 58-го размера. Здравствуйте. Сегодня на производстве работает почти 100 человек. Часть из них не в Хабаровске. В 2017-м компания открыла цех в Биробиджане. В один прекрасный момент, когда я поняла, что в Хабаровске я перебрала, наверное, всех, кто мог бы прийти на работу, швейников, которые с советских времен обучались, я поняла, что мне нужны еще, мне нужны еще объемы, мне нужны интересные предложения дальше своим клиентам делать. Я уникальный причем предложение. Я поняла, что мне нужно еще открыть производство. Но ввиду того, что в Хабаровске исчерпан рынок труда, как мне на сегодняшний день точно кажется, что исчерпан, мы пошли в город Биробиджан. Потому что с советских времен там было несколько трикотажных фабрик, несколько производственных предприятий. К сожалению, на сегодняшний день еще-еще едва так вот, ну, некоторые предприятия работают, но уже с большим-большим трудом. И, конечно, я буквально за месяц смогла поднять там это дело. Когда рисунок готов, его распечатывают. Каждую деталь вырезают. Светлана, а сколько времени вообще уходит на создание, ну, вот, допустим, сейчас у нас это футболка, которую мы рассматриваем. Сколько времени занимает это до того, как передаете на следующий этап? Так, следующий вот этап у нас какой? Это раскрои образца, да? Вы мне скажите, какой у вас следующий этап. Ну, вы просто поменялись местами, поэтому я вас задаю, вас спрашиваю. Вот эта работа вот здесь ваша может занимать аж 8 часов. Почему так долго? Ведь, ну, всего-то взяли, напечатали, разрезали и отдали дальше. 8 часов, да что такое? Мы распечатываем образец, мы его раскраиваем, затем его нужно отшить, потом происходит примерка на фигуру, затем корректировка, если что-то где-то там не понравилось, да? Затем эти коррективы вносятся в программе и затем только распечатываются все размеры, которые необходимы в будущем кроить. И затем мы уже это вырезаем, эти лекалы, и отдаем уже на массовый крой. То есть весь этот процесс может занимать, да, часов 8, а может быть и больше. Как? Отлично. Уйду в швей. В подмастерье. Возьмете меня в подмастерье? Да, с удовольствием. Можно с сегодняшнего дня. Это последняя передача. До свидания. Что касается кадров, это вот больной вопрос, потому что в советское время, не побоюсь этого слова, ну, еще до 90-х, опять же, до 95-х, до 2000-х даже, у нас были училища, которые обучали швей. Швей портных, закройщиков. На сегодняшний день в крае нет учебных заведений. Технологический колледж, он выпускает технологов, конструкторов, модельеров так называемых, но на момент поступления там приходит определенное количество человек, насколько мне известно, там 15-20 человек. А к моменту выпуска остается единицы. Но, к большому сожалению, из тех, кто сейчас заканчивает учебное заведение как технологический колледж, мы не получили ни одного специалиста. Хотя у меня были такие запросы. Я обращалась и в центр занятости о том, чтобы открыть курсы по обучению людей. В свое время я получила отказ. Причем я обращалась все дважды. И я не остановлюсь на самом деле с этим вопросом. Понятно, что за год и за два данный вопрос, может быть, и не решится. Но я думаю, что на него обратят внимание. Потому что, опять же, мы говорим импортозамещение, специалисты, рабочие специальности. Тогда вопрос, а где они? От модельеров бумажные лекала переходят к закройщикам, которые вырезают тканевые детали будущих футболок, ползунков и халатов. Один такой пласт может состоять из 50 слоев. А сейчас наша непостоянная рубрика, как ножом по майке, по шортам. Вот Светлана подсказывает, что по шортам. Детские шорты она сейчас на раскроечном ноже, собственно, и раскраивает. Но когда ты видишь это, сердце останавливается. В моей вселенной теперь после сапера есть еще одна профессия. Называется она раскройщик. Потому что это, ну я не знаю, я очень переживаю сейчас конкретно за Светлану. На самом деле, вот правильно по технике безопасности, как Светлана обычно работает, но я у нее забрал сейчас ее, это называется кольчуга. Вот такая перчатка с тремя пальцами, металлическая. Но в ней, наверное, не так удобно работать, потому что она все равно сковывает движение, но при этом безопаснее. Ткань режут, выпады летят. Так называют остатки материала. Если кусочки большие, из них что-нибудь делают, например, детское белье. Обрезком поменьше тоже находят применение. Как и все здесь, мы еще занимаемся дома творчеством, шьем там какие-то одеяла из кусочков. Мебель обтягиваем старую, то есть вот придумаем, стоит, допустим, на даче старый диван, да, тоже можно из него такую красоту сделать. Вот эти кусочки, которые мы выбрасываем, да, из них тоже можно красоту какую-нибудь сделать. Вы делаете? Ну, коврики, девчонки коврики вяжут там тоже на дачу. Тоже очень красиво получается. Почему вообще вы сюда пришли? Как этим занялись? Ну, это я с детства решила, что буду заниматься этим. Это моя профессия. Я, ну, люблю эту профессию. Шила себе вещи в детстве тоже самое. Что самое крутое вы себе шили, чем гордились очень в детстве? В детстве я порезала мамины колготки. Я думаю, что все через это проходили, да? То есть, ну, как это все идет с детства, я не знаю, это профессия, это любить надо, эту профессию. Ну, во-первых, у меня мама тоже за ней всю жизнь работала по этой профессии. Я знала с детства, что я буду тоже. Что-то шить, что-то проектировать? Да, есть, что-то шить, на себя одевать семью. Так и получилось в моей жизни. А сейчас одеваете семью? Конечно. Большая семья? Четверо. И все ходят в той одежде, которую вы шьете? Стараюсь. Ну, джинсы, понятно, покупаем, а там, допустим, какие-то рубашки, даже пальто все делаем сами. Ага. А это красивее получается, чем что-то покупное? Это эксклюзивнее называется. Швейная мне всегда, конечно, нравилась. И по одной простой причине, что у меня была мама швеей. На самом деле у меня была мама швеей. Портной, которая еще в советское время, 16 лет закончив школу, пришла на ХПШО «Восток» ученицей, получила там образование и проработала до самой-самой старости, глубокой в этой профессии. Ну, а еще не поэтому. Знаете, у нас был замечательный педагог, классный руководитель в школе. Она тоже работала в свое время на этой фабрике. Потом по состоянию здоровья она ушла в школу. Ушла в школу и у нас преподавала труды. И была еще классным руководителем. И мы очень любили этот предмет, потому что это не только... Вот знаете, на самом деле, говорю, у меня бегут, я не знаю, лицо изменилось, но у меня бегут мурашки. Потому что это был настолько и остается такой замечательный человек, который через свой урок прививал любовь. Любовь к труду, любовь к людям, любовь к своему делу. Закройщики передают детали швеям. Всего их 80. 30 в Хабаровске, 50 в Биробиджане. Каждая в обычный, ненагруженный день тратит 20 километров ниток. А все вместе за год столько, что хватит 10 раз обмотать землю по экватору. Сейчас наша непостоянная рубрика. Здесь я точно ничего не испорчу. Вот этот механизм, я не знаю, как точно он называется, но он предназначен для того, чтобы вышивать надписи. Вот здесь уже есть программа, забита, да, с юбилеем. И чтобы началась магия, нужно всего-навсего нажать на кнопку. Сейчас. Блин. Блокировка. Вот, смотри. А теперь магия. А? Вот у меня, когда, допустим, мама или бабушка рассказывали, как в своей юности они тоже сами себе шили что-то. И вот бабушка особенно любит вспоминать, как она себе шила сумку, и когда пришла в школу, по-моему, и все ахнули, что ни у кого такой же сумки не было. И как здорово. У вас есть такие истории, когда вы шили себе, возможно, платье, пришли на какую-то дискотеку, и все просто в обморок попадали? Не сказать, что был в обморок. Но я, помимо того, что сама шила, я еще неплохо вышивала. И было у меня на новогоднем вечере белое платье красивое. И шикарная вышивка. Розы были полностью наполовину платья сделаны. Как другие девушки на вас смотрели? С завистью, наверное? Ну, в те времена у нас очень многие шили, вышивали, вязали, поэтому как таковой зависти не было. Ольга Аюханова ведет бизнес с мужем. Он решает юридические вопросы, закупает оборудование. Она отвечает за продажи и производство. В ежегодном городском конкурсе «Ко дню предпринимателя» Ольга победила в номинации «Деловая женщина». Когда ты начинал работать, у тебя было 5 человек, одна швея, несколько продавцов – это одно. И когда у тебя приходит к определенному моменту уже 100 человек, и ты не можешь вроде бы как всех охватить своей любовью, заботой, теплом, потому что, опять же, у меня есть собственная семья, у меня большая семья, у меня трое детей. То есть я не могу многим уделить внимание такое, как когда-то уделяла в свое время. Но, тем не менее, я знаю, в общем-то, все сложности своих сотрудников и пытаюсь им помочь в преодолении. Это первое. Второе. Я не хочу лезть, конечно, в личную жизнь, но я хочу знать, что у них все хорошо и все замечательно, тогда они будут трудиться с большей отдачей. Так, все, лицом сюда. Далеко ушел? Да, чуть-чуть на себя. Вот так? Да. Лишнее. Лишнее загибает. Вот сюда. Ой, загнул лишнее. Лишнее из лишнего загнул. Да. Так. Так. Это не так просто, как кажется. Ну, ничего, опыт. Ну, ничего. Уже несколько человек позвали на работу сюда, я еще научусь. Все, можно, да? Да, сначала одну сторону. Так. Убираю сеть, другую. Так. Теперь? Лямки прячем, чтобы не торчали. Вовнутрь, да? Да. Вовнутрь лямки. Вот так. Вот. Ну, кривенько, да, немножко? Ну, немножко есть. Ну, немножко есть. Готовую одежду отправляют в торговые сети или напрямую к заказчикам. Часть остается на складе, он же магазин. Ольга планирует развивать бизнес дальше и открыть еще несколько точек продаж. О том, чтобы бросать, вот у меня никогда не возникало этих людей. Да, мне многие говорят, вот, да там другие уезжают. Ну, почему вы держитесь за этот Дальний Восток? Ну, это твоя родина, это раз. Во-вторых, ну, люблю этот город. Люблю, во-первых, такую, наверное, пословицу, там, где родился, там изгодился. На сегодняшний день, в принципе, даже не планирую отсюда уезжать, потому что я понимаю, что здесь тоже можно работать, приносить полезный труд и полезные вещи своим, так скажем, не только сотрудникам, детям, но и коллегам, и покупателям, заказчикам. Поэтому, ну, сложности всегда хватает. Но сказать, что я хоть раз, да, все, брошу и не буду заниматься, нет, такого не было. Знаете, даже, ну, бывают, конечно, накатывать какие-то мысли усталости, что вот все, вот тяжело, надоело как-то, да. Но ты утром встаешь и говоришь, да ладно, слава богу, все живы-здоровы. Идем и делаем. Идем и делаем. Идем и делаем.